добрый день до меня доехала вот эта замечательная книга чистилище святого патрика изданная проектом страдающий средневековья главный книг которую так и называется тоже страдающий средневековья но теперь они решили продолжить свою серию они уже есть еще несколько них но они были от авторов которые как проект не имеет отношения этот автор держат карман вроде бы как один из создателей этого знаменитого паблика и вот вышла черная книга одних но тут оказался некоторый сюрприз если вы помните наверное может быть читали первый книг страдающий средневековья она прославилась тем что была издана на прости господи перус на бумаге вот в этот раз бумага хорошая но вот такой вот чудесный оказался сюрприз в этом издании книга можешь сказать конечно красивая не тут 7 с лишним иллюстрации на три страниц текста что как бы достаточно много интересный иллюстрации цветные но текста реально на половину страницу вот зачем это было сделано понять не могу можно конечно понять что это наверное набирали для толщины текста может быть конечно затевался так удел примечанием тогда эти примечания должны были быть как можно больше по текст они весьма весьма не везде начали счету что то есть но более половины книги будет выглядеть вот так наверное для того чтобы читатель сам оставлял заметки и лучше разбирался в тексте возможно но неожиданно и надо сказать что он цену зато сразу подняли вот этот книжечка 30 страниц и отдал 600 рублей как среднец и навод да вот затевался вот так вот воспри часто делают то есть у них узкий текст страница а сбоку куча примечаний идет и маленьких картинок вот тут пытались сделать то же самое но только вот я во всей странице нашел единственное место где вот так вот сделана иллюстрация но еще конечно примечание есть но вот куда вот это годится вот пол книги пустого пространства при том что в принципе сама открыта интересно то есть у нас вот как бы на тему ирландских мифов и легенд как бы ничего особо не это надо очень четко представлять то есть тема такая совершенно не избитая интересная то есть народ средневеком интересуется если посмотреть популярность паблика страдающий средневековья достаточно популярны там народ много сидит . не будет как бы нужно полезно тут действительно много интересных вещей тут рассказы собственно о легендах и о том как это возникали о том как жила средневековой ирландии есть что почитать книга неплохая но вот такая вот она это 300 большим страниц давайте посмотрим сколько буквально приехал 318 страниц список список литературы есть полностью англоязычный такой несколько страниц за ним пару страниц занимает парк листов отставить 318 страниц из которых половину голого пространства вот для примера просто пока ну пожалуйста арзамас петербург накануне революции люди не напрягаясь издали книжечку на 110 страниц вот она вот она вот достаточно приличным текстом так убористым заполнена это по сути дела перепечатка лекций арзамасовских которые есть у них на сайте они тоже за нее хотят так и кислом тоже более 500 рублей вот эта книжечка на 100 страниц стоит ну тут хотя бы вот он сплошной текст то есть как было понятно что книжку они больше сказать ничего не могли хотят можно наговорить там тысячи страничные без проблем взять вам например из империи она должна умереть не загоря направь больше период охватывает там толстиной то тут вот поступили вот так это конечно очень огорошил потому что из фотографий которые представлены в описании этой книги на сайте лабиринта например этого не следует потому что ну там показано вот иллюстрации иллюстрации конечно красиво разворот занимают а текст вот так ну к содержанию претензий пока вроде бы нет книга интересная на самом деле и в библиотеке она особенность займет прочитать это хочется но хотелось бы чтобы это был как-то издано в более удобно варимом виде вот такая вот неожиданная книга за иллюстрации категорически рекомендую за содержание категорически рекомендую ну а издательству большой привет за то что они сделали такую толстую книгу из такого маленького материала